Здравствуйте, Занекизет. Каким воздухом дышит Алматы? Впервые, хотя и отчасти ответ на этот вопрос нам предоставляет приложение к нашим чудным гаджетам, которое называется Алматы Urban Air или АУА. Как еще можно сказать? Открывая это приложение, мы ужасаемся. Волна этого тихого ужаса уже очень серьезно трансформировала среду в социальных сетях, где тусуются алматинцы. И вот это тема нашего разговора. Анель Малдахметова рядом со мной сидит, она урбанист и один из авторов этой идеи. Ася Тулесова. Да, я помогаю просто с развитием проекта. Помощник по развитию проекта Ася Тулесова, активист движения Зеленый двор и тоже один из авторов этой идеи, я настаиваю. И Ажар Джандосова, председатель общественного фонда, напомните, пожалуйста, Тауассар фонд. Это такой центр протяжения идеи по изменению нашего города. Здравствуйте, дорогие друзья. И давайте для начала вот эта вот программа, которая уже серьезные сдвиги в понимании алматинцами ситуации в городе производит. Расскажите, пожалуйста, как вообще эта идея, совершенно очевидная, на первый взгляд, но впервые появилась? Ну, у нас вообще очень много НПО в городе разных организаций. Садин Дерево, Белого Алматы. И где-то два года назад у нас, мы собирались каждый месяц или каждые две недели обсуждали вообще всевозможные проекты, которые можно было предпринять, ну да, чтобы улучшить экологическую ситуацию в Алмате. Ну и мы как бы решили, ну вот у нас было несколько проектов, и один из них был вот этот проект. И тогда мы начали искать, ну то есть обратились в консульство. И они вот согласились нам помочь с этим проектом. И так... А чем вы могли закупить оборудование для измерения? Дорого это было? Что, весь процесс покупки, да? Да, вот в целом это дорого. Да, год, наверное. Потому что нам нужно было решить, с кем мы будем работать. Вот мы работаем с медицинским университетом, и оборудование установлено там. И нам, ну то есть все вот юридические вопросы, там, что, как, как, ну, как мы будем сотрудничать, на каких условиях и так далее. Ну это все, да, и сама поставка, там, полгода длилась. То есть это все мы обсуждали очень долго, очень долго поставляли, и вот, наконец, в августе запустили. Наконец, есть результат. Что он показывает? Объясните, пожалуйста, что показывает, вот что значит эта цифра в данный момент 474 показателей? Ну, эти цифры означают текущий уровень загрязнения воздуха. То есть на данный момент и в конкретном отрезке, ну, на конкретной территории. То есть так как полимер расположен, во-первых, это важно понимать, что полимер сейчас один, и он находится на территории мединститута, вот, под Толюбей, имени Асфедиярова. Он находится на территории института, потому что там мы с ними сотрудничаем. Вот. И, то есть, полимер показывает уровень загрязненности вот примерно вот на этой территории. Это важно знать. Это первое. Второй момент, что нужно знать, что норма, допустимая норма загрязненности 60... Среднесуточная. Да, среднесуточная, да. Это что означает 60 г? Нет. Микрограмм. Микрограмм на кубический метр. 60 микрограмм? Да, пыли. Пыли на кубический метр. Чего? Микрограмм 10, да. Ну, то есть, это получается мельчайшая твердая частица. Это может быть пыль и... Мы состав не изучаем. Это просто мы замеряем количество пыли в воздухе. И получается, что количество пыли в воздухе Алматы в разы выше, нежели это разрешено официальной властями? Ну... Разрешено. Пыль. Нет, не разрешено. Нежели, да. Есть экологические нормы, конечно, нормы, да. Да. Ну, вот, их нужно стараться придерживаться, но, да, образцы превышают. А с одной стороны, это не может не радовать, наверное, студентов медицинского института, потому что они видят, как много у них в будущем будет работы. Но не ужасает ли их тот факт, что они сами живут в этой среде? И вот что медики говорили на эту тему? К чему это в итоге приводит все эти огромное количество пыли? Еще непонятно какой. Мы не бесчердовали с ними. Ну, на самом деле, это же вообще известно давно. Давно весь мир занимается исследованием вот этих, вот этого загрязнения. И вся Европа, и вся Америка, и сейчас Азия к этому переходит. То есть вот это загрязнение, оно уже доказано, что приводит к онкологическим заболеваниям и к заболеваниям. Ну, что у нас в Алма-Ате? Очень много заболеваний респираторных. Это и ухо, горло, нос, это бронхи, это легкие, это аллергические. Аллергические. Это, я не знаю, может быть даже без всяких дополнительных исследований, мне кажется, просто посмотреть, сколько у нас в Алма-Ате этих заболеваний и каковы причины. А кто-то посмотрел? Кто-то знает? Ну, на самом деле. Есть какая-то статистика, которая твердо показывает, что по мере того, как... Вы знаете, такая статистика... Вот девочки, конечно, они сейчас говорят, что они занимаются только констатацией фактов, они не могут пока это все интерпретировать. На самом деле это все впереди. Подождите, вы не можете это интерпретировать? В смысле, что? Вот тот факт, который, вот эти цифры. Нет, ну мы не смотрели, мы делали никаких исследований. Это исследование влияния на здоровье, то есть это отдельная сфера вообще. То есть, естественно, это могут прокомментировать специалисты, потому что одно дело показывает конкретные данные загрязненности, то есть констатировать факт, что у нас вот такой вот сейчас уровень. А уже вопрос того, как это влияет, в каком времени, на каком промежутке времени это отражается, это уже совсем другой вопрос, и для этого нужно, во-первых, делать определенные исследования, во-вторых, нужно собирать статистику, самую последнюю, и это еще предстоит. Вы бы доверили эту работу официальным властям? Вы бы доверились, если бы они сказали, давайте мы сделаем, вы бы поверили в то, что они сделают качественную, точную работу, не скрывая ничего? Ну, как вам сказать, во-первых, мне кажется, что инициатива, она важна в данном случае, потому что, почему вот приложение, это тоже важная инициатива, потому что, если бы, например, оно не появилось, то есть, в принципе, может быть, никто даже и не догадался бы вообще задуматься над вопросом, а вообще какой предельно допустимый уровень, и что у нас сейчас происходит. То есть, вот такой момент. Другой момент, если говорить про здоровье, то здесь, конечно, важно проявлять активную инициативу. Не нужно думать, что вот кто-то нам должен, что нам власть должна как-то проводить какое-то исследование и нам говорить, что происходит, что делать. Мне кажется, на самом деле, они по закону должны, обязаны. Я вам сейчас скажу, как проявлять инициативу. Тут у вас подсказка есть, лучше оставаться дома или уехать вообще из города. Какой тут проявлять инициативу? Мы, да. Слушайте, мы вынуждены веселиться, да, хотя повод у нас для этого супер-супер печальный. Многие годы жили в этом городе, я осознавая, что картина очень печальная. Но мы не можем переклизываться. Вдруг вот это визуализирование, оно ужасное. Мы же видим, что есть вопросы, в которых наша система не справляется. Конечно, мы можем сколько угодно говорить, тот виноват, тот виноват, но в конечном счете нам нужно просто самим что-то делать, потому что... Мне почему-то кажется, что нельзя вот так вот перекладывать все на самим-самим. Мы не сможем. Общественность сама одна. А, конечно, мы можем иницировать. Но диалог точно должен быть. Нужен обязательно диалог, потому что наверняка очень много государственных программ, они много что делают, они много исследуют, у них есть статистика. Просто эти данные очень закрытые. Очень закрытые. Если честно... Да, извини, пожалуйста. Вот эти службы из-за мертвого воздуха производятся, в Алма-Ате, производятся регулярно, постоянно идет мониторинг воздуха. И есть установки... Но впервые эти данные стали доступны. Да, в том-то и дело. А почему до этого они никто нигде не публиковал? То есть они публикуются, но публикуются на закрытых каких-то сайтах. Ну, потому что не заинтересованы абсолютно наши, будем говорить, власти и администрация. Почему? Они же постоянно декларируют. Мне кажется, они стараются. Мне кажется, вот нужно просто... Вот общественности нужно активно их направлять. И это самая важная роль, которая... Очень активно быть вовлеченным во все процессы, которые происходят у нас вообще в городе. Потому что у нас сейчас абсолютный дисконект между НПО и государством. Я рада, что сейчас они провели гражданские форумы, где они ввозначили все свои... Вот мы хотим, чтобы НПО были вовлечены. Мы хотим создавать общественные советы и так далее. Очень важно, чтобы... Но от нас тоже зависит, чтобы... Вот то, что они... Они скажут это, и потом, может, из отсутствия каких-то там... Я не знаю, из-за чего угодно. Они сделают опять какой-то... У них будет очень формальный подход к каким-то... Ну, то есть к решению. И вот здесь нам нужно как-то влезть и сказать, давайте мы поможем. И активно. Потому что, мне кажется, они готовы. Они... Им сложно служить. Они почему-то не знают, да. Это как... Да, это просто вот нужно найти... А Акимат был поставлен в известность о том, что такая программа будет? И как там отнеслись к этому? Был, был мы... Потому что эта программа, она взорвала общественное мнение. Люди в панике натурально. Потому что они... Мне кажется, Акимат очень заинтересован в том, чтобы проект развивался. Им это выгодно. Потому что, во-первых, на их сейчас... Ну, то есть, вот все это давление общественное. Мне кажется, им нужно... Они... У них есть прям возможность начать проводить какие-то реформы, основываясь на каких-то... Ну, вот на вот этой волне, когда люди... Да, вы хотите сказать, что Акимат сам ставит себя в ситуацию, когда он не может не выполнить какие-то обязательства, которые люди от него будут требовать от него? Конечно. Вы это имеете? На самом деле, уже в 2009 году была принята программа улучшения воздуха в Алмате. Очень хорошая программа, если честно. Она висела на сайте Акимата. И я все время пыталась им написать, спросить, как же идет реализация этой программы. Потому что были достаточно конкретные меры прописаны. Но потом вдруг оказалось, я уже недавно выяснила, что эта программа в 2010 году, она была тихо, спокойно, закрыта. Потому что все функции контроля воздуха и вообще экологической ситуации в городе, были переданы в Астану, в Министерство экологии. То есть все показатели и весь мониторинг был там. Потом, значит, это благополучное министерство было передано, было закрыто, прикрыто и передано в другое министерство. И сейчас какой-то небольшой, маленький комитет, который занимается экологией. То есть по большому счету, такое создается впечатление, что там, в этом министерстве инвестиций от экологии Алматы относятся как-то так, совершенно, им это достаточно безразлично. Потому что решение экологических вопросов, это в том числе, еще знаете, что это большие деньги. Очень большие деньги, потому что любое, даже переоснащение вот этой ТЭЦ, это замена, может быть, каких-то компенсация замены оборудования и очень много других вопросов. Зеленые технологии – это все деньги, упирается в деньги. И поэтому Алма-Ата, мне кажется, она очень сейчас будет только рада, вот алматинский акимат, если общественность поднимется, и мы вместе, совместно потребуем… – И программу разработать, да, деталь? – И нужно, мне кажется, такое какое-то прям политическое решение принять, что вот, главной целью Алма-Ата оставить себе улучшение качества воздуха, ну, условно говоря, там, в два раза к 2020 году, потому что сейчас программа принимается к 2020 году. – Знаете, я вам честно скажу, что все эти годы, когда очень много говорилось о отвратительной экологической обстановке в Алма-Ате, я почему-то относился к этому как к какой-то игре, к какой-то политической интриге, которая позволяет деньги, которые должны были бы быть направлены на решение проблемы, на самом деле где-то осваиваться совершенно вот спокойненько, под столами просто, передавая чеки туда-сюда, и все. И я всегда думал, если настолько серьезная ситуация, то где данные? Где данные о том, что увеличивается заболеваемость? Кроме каких-то слухов, ничего такого не было, данных не было. Когда проводились какие-то вот серьезные исследования, в центр города выезжали, брали какие-то эти заборы воздуха, там, анализировали, тоже ничего критичного не было. Я первый раз сталкиваюсь с тем, что это ужасно на самом деле. И на самом деле стоит на это обращать внимание и работать в этом направлении. И что же мы можем предложить Акимату в качестве какой-то рабочей модели первоначальной? Или она у них уже есть? Как там обстоят дела? На самом деле, судя по последней программе, которая была выставлена… Это какого года теперь уже? Это вообще общая программа развития Алматы. До 2020 года. До 2020 года. Там есть, конечно же, блок по экологии. И она там очень маленькая. И на самом деле там не столько программа, сколько, наверное, ну, типа стратегия, что мы должны уменьшить то, то, уменьшить все это. А каким образом это все будет делаться? За счет чего? И вот этого нет. То есть, как таковой самой программы нет. И поэтому, мне кажется, самое главное сейчас, может быть, вместе со специалистами, с экспертами, с привлечением международного опыта. Вот, кстати, я прямо распечатала опыт в Германии. Он просто великолепный. Ничего не надо придумывать. Это стопка страниц. Да, стопка страниц. Вы не зря здесь, между прочим, ажар. Я же знаю, что вы аккумулируете все, что вот в наших социальных сетях, все к вам стекается, все идеи. Поэтому, если есть какие-то интересные, хорошие, правильные, чем можно поделиться, давайте расскажите. Пусть люди имеют представление об этом. Устойчивый транспорт. Они были целые исследования. У них выработали рекомендации, которые, мне кажется, они такие очень здравые. На самом деле, ничего, какого-то сверхъестественного, придумать не надо. Нужна просто, вот я говорю, политическая воля, потому что любые эти меры, они непопулярные будут в том числе. Например? Ну, например, сократить въезд в центр города вообще полностью, сделать зеленую зону. Все застройки, все пустыри засадить парками и садами. Допустим, заставить все машины перевестись там на... Субсидировать перевод на газовое. Да, да, да. Очень много. Ну, запретить въезд в город каким-то образом или ограничить вот этих старых автомобилей, которые постоянно к нам заезжают. Да, но... И сейчас... Извините, пожалуйста. Вот, и... Ну, я просто хочу, знаете, что сказать, что есть вот такие меры, касающиеся транспорта, потому что, конечно, там 80% выхлопов, это загрязнение, это транспорт. Но, с другой стороны, есть еще такие меры, которые, как сказать, они не требуют, может быть, таких вложений, но зато... Ну, запретить это не требует вложения, конечно. Ну-ка... Запретить, например, у нас всю жизнь в Алма-Ата нельзя было строить, допустим, выше Абая, да, потом нельзя было строить выше Аль-Фараби. Сейчас идет активная застройка гор, предгорий, а этого ни в коем случае нельзя делать. Почему? Потому что у Алма-Ата специфический город, очень специфический. Здесь определенный вот такой микроклимат, и так он сложен, что тут он непродуваемый, это все знают. И поэтому ни в коем случае, как только мой город ползет вверх, то создается вот этот эффект, когда сам город, его же недеятельность, оно производит вот это тепло, этот асфальт, этот бетон и так далее. И вот эта вот водяная подушка тепловая, она, конечно, поднимается все выше и выше, тут же тают ледники, тут же вот этот ветер самал, он на самом деле зависит от таяния ледников, состояний ледников и так далее и тому подобное. То есть здесь настолько все взаимосвязано. Потом эти вырубания деревьев. Если раньше в предгорьях у нас были сады и были вот эти ели. Кстати, на Кокджоляо, вот все, кто был, они уже знают, что вот эти ельники, огромные там гектары ельников, они высажены были специально. В Бутаковском ущелье сколько ельников было высажено. Для чего? Для создания микроклимата в городе. И этот микроклимат, это нужно обязательно, чтобы влажность поддерживалась. Это много очень таких вот вещей, которые очень, я даже не могу сказать, что косвенно влияют, а напрямую влияют на состояние воздуха. Но все это требует внимательного изучения и какого-то прям детального изучения, исследования, потому что вот со многими вещами, которые вы говорите, я не могу согласиться. Запрещать въезд в центр города, значит, что во всех остальных частях города будет столпотворение машин, они никуда не денутся. Запрещать въезд в город каких-то машин выборочно, это разжигание социальной и там всякой другой розы. Я это тоже боюсь, вот когда я вижу в социальных сетях комментарии. Поэтому я про транспорт даже боюсь говорить. Это опасная тема, да. Многие, не знаю, жители, которые считают себя кренными, жители в Талматинске, они начинают сразу, ну вот я говорю, перекладывать вину на кого-то. То есть, ну то есть, и вот мне кажется, здесь вот как раз-таки нужно понимать, как все взаимосвязано. И как воздух, он показатель, он индикатор качества жизни в целом, вообще везде в стране. Конечно, если ты заболел, то тебе ничего больше не надо. Ну то есть, ну, и нужно понимать, почему, то есть, не, 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 не. Вот я тоже боюсь таких мер, которые просто будут отрезать и запрещать, отрезать, запрещать. Золотые слова. Потому что очень важно учитывать то, как живут там на селе люди, то, почему они вообще... То есть, все хотят, все хотят хорошей жизни для своих детей. Вот, и мне кажется, на этом нужно играть. Нужно как бы... Надо, на самом деле, конечно, не запрещать, но нужно искать возможные все пути решения для того, чтобы этот поток мигранта в город стал гораздо меньше. То есть, это, опять-таки, развитие прилежащих территорий. Ну да, да. Например, вот тот же самый Германия, который у меня здесь лежит, одно из основных у них пунктов улучшения города в воздухе в городах, это именно создание вот этих ограничений въезда в транспорт. Вот один из пунктов сегодня. Один из пунктов. И один из самых основных пунктов. Ну, тут не только это. Просто мы очень много почему-то говорим сейчас про мигрантов. Вот. И мне кажется, что мигранты – это лишь маленькая часть проблемы, во-первых. Потому что мы все знаем, даже если мы упомянули так называемых коренных алматинцев, это достаточно такой субъективный термин, да, кого называть коренным, а кого нет. Это уже отдельная тема для разговора. Но если говорить вообще об автомобилях в целом, как о проблеме, то есть, в принципе, достаточно понятно, что в городе много машин. Это видно не вооруженным взглядом, а видно, что они большие, с большим объемом двигателя. Я просто сейчас в общем говорю, не вдавая детали. Но это уже видно визуально. И мы понимаем, что чаще всего людям не нужно ездить на таких больших автомобилях. А почему так происходит? Это уже ментальность. То есть, мне кажется, что важно не только вот, опять же, говорить о каких-то ограничениях, о каких-то вот мерах сверху. Здесь еще есть мера снизу, да. То есть, мне кажется, что в этом направлении тоже нужно очень активно двигаться. Почему? Потому что все начинается в голове. Опять же, почему… Кологическое сознание. Ну, да, очень важно, почему приложение вообще, мне кажется, очень важный шаг вперед. Потому что, когда мы анализировали реакцию на приложение в соцсетях, вот мы понимаем, что до некоторых людей, которые ездят на этих огромных недорожниках, до них только сейчас дошло, что уровень загрязненности просто зашкаливает. Как будто они раньше не знали. Вот люди видят на экране конкретные цифры, они говорят, ужас, что мне теперь накрыться простынкой и лежать дома. Вот как бы очень много получили комментариев, допустим, что теперь нам делать, когда надевать респиратор и так далее. То есть люди стали уже паниковать, скажем так. То есть паниковать, конечно, не нужно, но нужно понимать, что ты человек, который ездит на машине, ты понимаешь, что ты отчасти являешься источником проблемы. И это нужно понимать. И ни в коем случае не хотим создавать какой-то негатив, говорить, что надо всех автомобилистов урезать как-то и так далее. Мне кажется, не нужно такие меры принимать. Нужно, чтобы люди сами понимали и как бы сами делали свой выбор. Мы не говорим, вот, вы должны отказаться. Мы говорим, вы делаете свой выбор. Люди же могут делать свой выбор в пользу этого. Ну, мы очень надеемся, что вот это приложение подстегнуло. Почему? Потому что мы активно... Разных людей, то есть разные, конечно, лидеры мнений и так далее. Людей, которые достаточно, ну, то есть являются какими-то маяками для остальных. Да, им в этом городе жить. То есть, конечно, все могут уехать, но это твой личный выбор. Ты можешь делать, ты можешь прожить эту жизнь, как ты хочешь. Абсолютно. То есть, получается, круг замыкается. То есть, допустим, человек говорит, я хочу для своих детей, ну, я хочу для своих детей самое лучшее. Я хочу, чтобы мои дети ходили в хорошую школу и жили в хорошем городе. А что значит хороший город? Комфортный город. Это значит, что это и воздух хороший должен быть, правильно? То есть, здесь есть очень четкая взаимосвязь между качеством воздуха и между уровнем здоровья. А если ты возишь своего ребенка на внедорожнике в школу и другого везешь в другую сторону на внедорожнике, да, то есть, его кто-то другой водитель повезет. И как здоровье сказывается на экономическом... Ты не убежишь от этого города. Мне очень понравилось последнее интервью, вот Анель там была, да, и Ольга Веселова, мы говорили о культуре Алматы, и что Алматы, как город, может предложить, в принципе, да, и там для меня было вот открытие. Вот в ходе этой беседы я сделал для себя открытие, что культура – это не кино, там, или картины, да. Культура – это способы общения в городе, которые типичны именно для этих, какие-то актуальные вещи, вело, мото и так далее, какие-то вот штучки, которые типичны для всего мира, но имеют как раз именно местные, местные ментальности. И, конечно, было бы здорово, если бы вот с вашей помощью и Акимат вдруг взяли бы, разработали какую-то программу, которая настолько вот наша, да, настолько ее все принимают, что принципиально меняет картину в городе. А вот здесь? Весь мир говорит, вау, посмотрите, как они решили эту проблему, как изящно, все люди довольны. Да, да, но здесь, мне кажется, не Акимат должна, чтобы мы решили эту проблему. Акимат должен быть прикрыт к стенке, никуда не иметь права просто здесь. Да, 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 и помощь очень важна. Никто не отрицает, но я говорю, что вот везде, во всех, то есть не кто-то решает проблему, а мы решаем проблему, это наша проблема, общая проблема и общественная. На самом деле, побоюсь этого слова. Для чего тогда нам нужен Акимат? Ну, для чего, да, действительно. На самом деле, я считаю, что по большому счету, это, по идее, проблема Акимата, то есть это проблема властей. А мы должны им в этом очень активно помогать, мы их должны инициировать, потому что это... У вас здесь сейчас на ней очень удобно позиция. Они сказали, давайте, вы делайте, а мы вам поможем. Как это сделать? Есть вертикальное соединение, есть пуповина, которая соединяет вас, как общественные фонды и общественные организации, и Акимат, чтобы прямо вот точно было понимание, что они там делают и чего мы хотим. Просто нельзя, мне кажется, вот так как бы или то, или другое. Должен быть комплекс мер, большой комплекс мер. Такая вертикальная вот эта связь есть? Ну, мы в прошлый раз с вами обсуждали на прошлой дискуссии вот баланс между сверху вниз и снизу вверх. Вот. Обсуждали. Обсуждали. Опять же, я хочу это еще раз подчеркнуть. Почему? Потому что понятно, что сверху вниз идет какая-то там определенная программа. Настройка. Да, есть стратегия Алматы 2020, есть программа в открытом доступе, которые смогли прокомментировать горожане, написать свои пожелания, как они видят стратегию, какие у них предложения, пожелания. Очень много людей комментирует аккаунт Инстаграм, Инстаграм-аккаунт Акимата, пишут свои предложения, пожелания. То есть в этом плане диалог есть. Другой момент, что если есть какие-то моменты, на которых нужно сделать акцент самим жителям. Почему? Потому что есть определенные приоритеты городской администрации. Может быть, у них в программе так заложено, но они, может быть, сами пока еще не видят огромный приоритет другого вопроса. А если вот общественность, сейчас, например, воздух становится общественным вопросом. Потому что людей взволновал тот факт, что они вот сейчас увидели конкретные цифры. И получается, что, ну и дальше как бы что делать, да, как говорится, что нам теперь делать, как жить дальше. И тут вот начинается самое интересное. Тут важно не потерять вот эту энергию, да, когда люди на самом деле беспокоены и хотят что-то предпринять. Очень много к нам на почту приходит писем с вопросами, мы не знаем, что делать, подскажите нам, может, мы как-то сможем вам помочь. То есть идет очень сильная обратная связь, когда люди действительно хотят помогать. Они хотят участвовать в этом. И нельзя им говорить, нет, нет, мы вот это должен, Акимат. И вот тут самое важное понять, что вот здесь идет уже процесс, снизу идет, и тут важно соединить две части. И вот важно донести это до городской администрации, сказать, видите, вот общественность уже очень взволнована этим вопросом, давайте как-то это направим в правильное русло. Вот поэтому, мне кажется, самое выполнение согласно. Я согласна, потому что я вижу, я не думаю, что да, но я сейчас буду повторяться, это то же самое, это... Ну, ваша мысль понятна, надо обязательно, мне понравилось, как вы сказали, надо раз туда и заставить их работать. Сделай что-нибудь, чтобы жить хорошо. Все, это... Начинай с себя. Начни с себя. На самом деле, я совершенно согласна с девочками, просто сто процентов, я сама тоже начинаю жить с себя и с себя вокруг, да, но мне кажется, что здесь проблем все равно глубже, глубже. Нельзя так говорить, что вот только вот мы, себя бить кулаком грудь, мы вот сейчас все сделаем, все перевернем, все. Это очень важно, очень приоченье, это, наверное, на самом сейчас первом месте, это такой стимул, это такая классная инициатива, все. Ну, я считаю, что все равно это надо решать все эти вопросы на государственном уровне, именно решать. Поднимать эти вопросы, да, должна общественность. Очень вот эти вот общественные инициативы, гражданские инициативы, программы, вот это вот все надо аккумулировать, все это преподносить. Но мы не сможем общественность вкладывать деньги в эту ТЭЦ, мы не сможем общественность, допустим, опять-таки, ну, вообще решать вот эти большие глобальные финансовые вопросы. Мы не сможем вот запретить вот эту застройку. Это должно все-таки делать государство, государство должно выработать концепцию, должны быть определенные законы, которые, в принципе, существуют, но это нужно просто их заставить добиться. Но общественность должна, знаете, что самое главное, добиться хотя бы того, чтобы уже законы, которые существуют, чтобы они выполнялись. Потому что есть, допустим, контроль качества бензина, да, опять-таки, кто-то где-то проводит этот контроль, мы не знаем. На самом деле, я на 100% уверена, что бензин подзорный. Вообще-то, я не знаю. Это вопрос о том, что вот это вот, нам необходима детализация дальнейшего качества воздуха. Потому что содержание пыли – это одно, а собственно, вот качество всей этой пыли, она же разнородная очень. Конечно. Вот это может и в еще больший шок всех повергнуть. И я вам хочу сказать большое спасибо. Вот вы-то точно делаете вклад в эту работу. И вот сейчас этот ваш… Вот вы пришли, рассказали, я надеюсь, и в Акимате на это обратят внимание. Это тоже очень важно. Мы тоже надеемся. Да. И мы над этим работаем. Да. Большое вам спасибо. Еще один маленький такое замечание. Не замечание, а просто факт. Представляете, оказывается, к азиатским играм, которые проводились в Алма-Ате, мы, наше государство было обязано по процедуре, по которой проводятся эти азиатские игры, поставить вот эти вот счетчики… Контроля. Да, были меры по всему городу, во многих местах, и они должны были выводиться на экраны. То есть, оказывается, это в принципе мы должны были к азиате сделать. Мы этого не сделали. Вот прикольно. Работа над ошибками. Азиату провели, а этого нет. А данные никуда не делись. Данные здесь с нами. Друзья, оставляйте комментарии. Тема очень важная. Подключайтесь к работе, делайте все, что возможно, чтобы мы жили в хорошем, чистом, горле. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.